Дорогие друзья, вы все прекрасно знаете, что я Новый год и свой день рождения, который был у меня 28 декабря, провел в Таиланде. И было много комментариев из серии, может, там чего-то нахватался, посмотрел туда-сюда, конечно, я нахватался, я посмотрел, я поговорил с местными шефами, наверное, не назовешь, с местными поварами, потому что я был все-таки в туристическом месте, и, конечно, там, ну, сложно говорить о каком-то классе ресторанов, но сама суть тайской еды мне стала более-менее ясна. Безусловно, я еще разок другой, третий, а то, может, и пятый сгоняю в Тай, посмотрю, где что попробую, но мне же как повару становится понятно, отчего, откуда ноги растут, тем более, что это же не секретная была какая-то еда. Так вот, классика тайской кухни. Ту-ду-ду-ду-дун! Том-ян! Том-янм-кунг. Том-янм-кунг это суп, который, ну, наверное, эталон и собрание всех тайских вкусов, которые только могут быть. А в Таиланде все довольно просто, хотя совсем не просто. Если вы ни разу не были и не пробовали вот оригинальный тайский суп, то мне, конечно, будет тяжеловато вам объяснить, в чем же смысл этого всего. Но я постараюсь. аромат какой-то такой внутренний. Я рекомендую, если нет галанги, использовать имбирь, если есть и то и другое, используйте то и другое, вкуснее получается. Галанга, без нее том-янм, не том-янм, прям вообще. Как оказалось, видите, он такой довольно плотный, как оказалось, тайцы готовят не так вкусно, как россияне, потому что русские шеф-повара готовят для русских людей. А так как у нас совсем другой вкус, поэтому и вкус у супа тумьям в России совершенно иной. Итак, вот смотрите, горсточка корешков, собранных, так сказать, в Таиланде, я отправляю вот сюда. Здесь у меня где-то полтора литра воды. О, кипящей воды. То есть сначала мы делаем бульон. У меня просто вода, вы можете использовать куриный бульон. Так некоторые делают. Но вообще для снижения себестоимости в туристическом районе, конечно, никто куриный бульон не использует, все делают на воде. Корешки. Туда должен идти лимонграсс. Это лимонник, трава. Но вы знаете, вы пишете мне, что в России жрать нечего. Да, я с вами полностью согласен. В России жрать нечего. В Москве я приехал, нет лимонника. Ни на одном, ни на втором, ни на третьем рынке в магазинах, но лимонника нет. Так он в Москве, его больше, чем в Таиланде. Вслед за корешком, то есть я буду делать без лимонника. Вслед за корешком, смотрите, что у меня здесь панцири от креветок. Вот у меня креветочки. Зеленые, сырые. Я их почистил, все. Панцири от них варятся вместе с корешками. Отправляем сюда. Закипает шайтан машина. Соли не добавляем пока что, ничего не добавляем. Дальше. Добавляем сюда, должно быть, листья кафирского лайма. Вот так выглядит кафирский лайм. Кафр лайм. Кафрский. Кафир. По-разному его называют. Вообще, сами тайцы его называют кафир лайм. По-русски кафрский, да? Вот такой бородавчатый. У меня есть, вот его листья должны идти туда. Вместе с лемонграссом создают гамму. Как раз тут самую, Том Ямовскую. Значит, я, когда нету листьев вот этого лайма, я цедру снимаю, только без белой части. Его еще называют, знаете, как? Бергамот. Но если вы откроете книгу по биологии, то вам будет подробным русским языком написано, что бергамот это немного другое растение. Что это ни одно и то же. Ни одно и то же. Но тайцы в какой-то момент времени почему-то стали вот обманывать всех и писать, что это бергамот. Плоды даже немного похожи. Но биологически это разные растения. В общем, как будто бы это бергамот, если высушить. Вообще, в Таиланде продают наборы целых сухих ингредиентов. Сухой лемонграсс, сухой лист лайма, значит, и сухой чили-перец. Да, вроде бы все. Из сухого уходят эфирные масла. Вот те влажные, которые мы, смотрите, когда вы нажимаете, вот этот сок. И вот видите, на коже прям проявляются. Вот этот вкус. Представляете, что будет, если его выпарить? Не будет эфирных масел. Кипит суп. Здесь варится корень. Кожура кафирского лайма. Кожура от креветок. И насыщается своим вкусом вот это все. Значит, грибочки. Можно использовать шампиньоны. Так часто очень делают и в России, и в Таиланде. Но очень часто используют вешенки. В Таиланде прям вот я сколько, наверное, я пробыл там две недели. За 14 дней я том-ям, наверное, ел 12. В день прилета и день от лета не ел том-ям. Все остальные каждый день кушали в разных кафе, пробовали разный том-ям. Он везде очень-очень похож, очень одинаков. Но русские говорят, так как в Таиланде много русских, говорят, а вот в этом месте вкуснее. Знаете, почему для русского в одном месте вкуснее, а в другом нет? Я вам открою маленький секрет. Потому что там, где добавляют больше кокосового молока, он вкуснее. Для русского человека именно так и происходит. Вообще том-ям это кисло-острый суп, но никак не сливочный. А вот коконат-крим-суп, это у них томг-хагай. То есть суп, который делается с курицей. Он даже на картинках везде. В него льется огромное количество молока, там 50 на 50 примерно. Помимо всего прочего, в том-ям, в аутентичный, вообще никакое кокосовое молоко не добавляют. Есть поверье, что его стали добавлять для туристов в туристических местах, потому что туристы его едят лучше таким образом. Конечно, у тайцев своеобразный вкус. У любого азиата они предпочитают свою еду, любой другой еде. Почему? Потому что они с детства выросли с этими вкусами. Так же, как для многих в мире очень странный вкус борща и лещей, так и для нас мы адаптируем вкус том-яма. И эта адаптация происходит с помощью кокосового молока. Поэтому, хотите повкуснее, добавляйте больше кокосового молока. Но вообще, он должен быть острый, кислый, соленый и немного сладковатый. Сладость добавляется за счет пальмового сахара. В уличных лотках том-ям готовят в сковородках вок. То есть, присутствует процесс жарки. Мне не нравится, когда что-то обжаривается. Я обязательно везде добавляю рыбный соус. Пальмовый сахар. Он совершенно другой вкус имеет. Кто хочет заморочиться и получить ингредиенты для тайского супа, ну, закажите в Москве. Сейчас доставка везде из любой город России. Можно привезти. И вот паста том-ям. Именно сами тайцы добавляют пасту том-ям. Уже все отвыкли. Никто не делает эту пасту или там рубленную. Как это все? Здесь ведь тоже лимонграсс. Здесь ведь тоже листья лайма. Здесь тоже корень галанги, имбиря. Здесь карачай. И это все перемолотое, превращенное в пасту. Чили-перец, рыбный соус. Здесь все это есть. Почему мы это дублируем, я не знаю. Но так принято. Вот, уже бульон насытился. Видите, он уже цвета такого, зелено-красного какого-то. Процедить его надо. Так, берем. Опа. Пинцет, пинцет, пинцет. Вот там. Выкидываем все вот сюда. А бульон я переливаю обратно в кастрюльку. Все, бульон ароматный. Вообще тайцы как? Разогрели маслице, бросили туда лимонграсс, галангу, карачай. Кто-то добавляет чеснок, даже лук. Все это так чуть-чуть обжарили. Потом заливаю туда воду, добавляют пасты, лайм выжимают, рыбный соус, креветки и сахар. И все. И ты потом, ни ложкой это все есть тяжело, потому что там вот этот вот лимонграсс, он же твердый. Ты эту солому есть не можешь. Попадается... Вот этот способ оптимальный для русского человека. Нужно наварить бульон. Шелуху все out. И теперь мы сюда отправляем морковку в первую очередь. Морковку они кладут немного, но во всех книгах и все тайские повара говорят, морковка должна быть в том яме обязательно. Лук. Лук должен быть крупными кусками. Немного. Ну вот смотрите, на полтора литра, да, у меня здесь небольшое количество лука. Чуть-чуть больше. Вот это где-то вот так. Это получается четвертинка от луковицы, от целой, да. Сразу же бросаю грибы и вешенки. Он не должен быть густой, он должен быть жидкий. Поэтому грибов немного. Морковки немного. Это все должно закипеть и повариться буквально, наверное, 2 минуты, 3. Морковку режьте небольшими кубиками, чтобы она успела свариться за это время. Теперь добавляем пальмовый сахар. Смотрите, добавляем пока что немного. Нам он нужен для смягчения вкуса. Ну вот у меня, видите, он катышками такими, потому что очень быстро впитывает в себя воду. Ну вот там пол столовой ложки. Сразу же можно добавить сюда чили перчик. Для остроты. Остроту регулируйте. Лучше всего, если вы не будете добавлять перец туда. Вообще его нужно добавить сразу же туда, чтобы он отдал все свои. Это называется капсайцин. Острый фермент. Но если вы не любите, не экспериментируйте. Вот этот bird eye или bird tank, его называют птичьи язычки или птичий глаз. Очень острый перец. Видите, у меня зеленый. Не такой острый, как красный. Красный вообще. Ядрит, мадрит можно помереть. Теперь обязательно, я сразу же, пока все это у нас начинает вариться, добавляю сюда пасты том-ям. Эту пасту я притащил из Таиланда прям. Она не острая, поэтому я добавляю вот такую большую столовую ложку на полтора литра воды бульона. Добавляю сюда. Все, начинаю размешивать. Паста тут же закипает. Бульон закипает, паста растворяется. Вместо соли, может не вместо, добавляют рыбный соус. Рыбный соус. Fish sauce написано. Рыбный соус. Видите, по-тайски здесь. Вот такая рыба нарисована. И самое главное, что он, как я уже это повторял не раз, воняет отвратительно. Просто ужасно. Добавляем его таким образом. Как бы вам объяснить, тайцы все готовят том-ям по наитию, потому что это их вкус. Три, четыре, пять. Ну вот, шесть ложек я сюда добавил. Нужно перемешать. Вот. Вот. И уже появился тот настоящий тайский вкус. Соли недостаточно. Аромата недостаточно. Семь. Восемь. Девять. Десять ложечек. Вот так вот, добавили сюда мы. Если же нам недостаточно еще соли. То уже пора досаливать. Нельзя просто брать и солить с помощью рыбного соуса. Досолили солью. Теперь нам нужна кислота. Кислота, 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 кислота. Кафирский лайм. Да. Дело к завершению идет. Поэтому лук можно бросить там за три минуты до готовности. Кафирский лайм сам по себе. Нифига не сочный. Видите? С половинки лайма при нажатии вот, ну дай бог, даже не полная столовая ложка лаймового сока. Семечки туда не отпрокидываем. Сливаем сок. Главное, что нужно запомнить. Повторю еще раз. Он должен быть кислый, острый, соленый. Ну в меру этого, да, понятно, не пересоленный. И слегка сладкий. Как бы это странно не звучало, но все эти четыре вкуса должны отчетливо проявляться в супе том ям. Кто-то может там скажет, надо было бы бросить туда. Не надо ничего бросать туда, там уже все набросано. Я еще добавляю туда обычного лайма нашего российского. Если бросите эту половинку всю туда, будет горчить. Не надо туда бросать ничего. Теперь пробуем, пробуем, все пробуем. Кислоты мало. С сахара мало. И еще нужно добавить немного пасты том ям. Вот остроты там достаточно. Кислоты маловато. Вот еще немножко том ям. Том ям пасты. И теперь, когда у нас лук еще сыроватый, грибочки чуть подварились, морковка подварилась. Суп у нас желтого цвета получается такой, немножко желтоватый. Кислоту еще раз пробуем. Сахар. Сахар, сахар. А что я парюсь? Я живу себя дома. Одну ложку ем из кастрюли. И пусть меня распнут. Очень тяжело объяснить, какой вкус должен быть. Очень. Но лимонграсса не хватает. Вот этого. И листья лайма. Кожура не дает, конечно, вот того объема. Но в любом случае, нам нужно выравнивание. А, ну, во-первых, томат черри. Обязательно. Томат обязателен в том яме. Я не видел ни одного том яма без томата. Он там не должен вариться. Он не должен быть вкуса отдачей. Он должен там просто присутствовать. Бросаем туда томат. Фу-фу-фу. И выравнивание. Смотрите, здесь у меня остатки просто кокосового молока. Здесь буквально, наверное, 3 столовые ложки. Раз. Два. Ну, почти 3. Добавляю чуть-чуть кокосового молока. И отправляю туда креветки. Креветок по вашему желанию, по вашему карману. Значит, если у вас нет креветок сырых, а есть креветки уже отваренные, то, как только он у вас будет полностью готов, добавьте туда их. И не варите уже, потому что креветки готовы. Кинза у нас для подачи. Хотя, вы знаете, вот многие говорят, что в Азии все едят с кинзой. Ложь и провокация. Я вообще ходил первое время и супруге говорил, а где кинза-то, где кинза? Все говорят, кинза, фу-фу, азиатский вкус. Не так много кинзы в азиатском вкусе. Не так много. Значит, прибавляем немножко огонь. Креветки краснеют моментально. Ну, вот они уже почти покраснели. Причем даже ничего не закипало. Тайцы варят. По некоторым тайским мнениям, креветки нужно вообще обжарить на отдельной сковородке, а потом добавить. Не знаю. Я считаю, что вот в кипящий бульон бросил креветки. Дать им слегка прогреться, тогда они будут сочные, мягкие и вкусные. Кинзу режем, потому что суп готов. Если вы хотите суп мега-мягкий, мега-сливочный, добавьте туда кокосового молока. Но тогда вам придется кислоту повышать. Сахар повышать не нужно, потому что само молоко сладковатое. Вам придется повышать аромат рыбного соуса и остроту, потому что, вот казалось бы, капсаицин вступает, острота вступает только с животным молочным белком. Не, а с кокосом тоже вступает, тоже немножко гасит его. Но вообще тайцы готовят его без молока. Он бывает даже вообще у некоторых прозрачный. Контрольный замер. Контрольный замер. Класс. Чуть-чуть рыбного соуса. И самое главное, что том-ям-то без мусора, без лимон-грасса, без листьев всяких разных, и много-много креветок, и мало-мало грибов. Короче, в итоге получилось, что так тайцы не готовят, потому что они на всем экономят. У них там один лук и куски томатов и грибы. А я, видите, креветочек не пожалел. Вешенки, кстати, везде в России есть. Да-да, и шампиньоны в общем везде есть. Очень хорош и очень по цвету подходящий. Вот как в тайе. Тот самый. Ну как тут самый? У меня, конечно, вкуснее. Ну как вкуснее, немножко другой, конечно. Лимонника здесь не хватает. Я не помню, сказал или нет, сухими травками это все не заменишь. Неплохо. Даже морковка сварилась. Класс. Но у меня они достаточно кислые. Потому что в Таиланде прямо вон такая кислота, такая пронизительная кислота, острота и больше сахара. Я, конечно, сахара мало положил. Но рыбного вкуса хватает. Острота то, что надо. Соли достаточно. Когда вы не досаливаете том-ям, вкуса не так много. Вот в азиатской кухне все должно быть ближе к грани. Солености, сладости, остроты, вкуса. Азиатский вкус это яркий. Поэтому если будете готовить такой суп, обязательно добавляйте чуть больше лимона. Но чтобы ваши зубы выдерживали, чтобы эмаль потом не осыпалась, будете говорить, что сильно кислый. Ну а тот, кто был в Таиланде и более-менее, даже если в прошлом году и помнит вот этот вкус, постарайтесь вот его сделать своими руками. Когда вы хоть раз сделаете своими руками вкус, тогда вообще весь мир гастрономии перед вами откроется. Очень вкусно. Без всякой мишуры вот этой вот, всяких листьев всего прочего. Обязательно все фильтруйте. Делайте суп. Понимаю, что не все ингредиенты есть во многих городах, но все же, хотите есть вкусно, нужно немножко заморочиться. Потому что так намажьте себе масло на обычный батон. Это будет ерунда, это невкус. Я привез эту частичку Таиланда. Смотрите, у меня даже еще загар немножко остался. В общем, в Таиланде классно, но дома лучше. Потому что дома есть своя любимая кухня, дома есть вкусные продукты и дома есть вы, которые смотрят иногда, готовят мои блюда. Я вам очень благодарен. От души и от сердца приятного аппетита и с наступившим Новым годом 2019. Будет много всего классного, интересного. И самое главное, мы все вырастим, мы станем мудрее, богаче. Пока, дорогие друзья.